Сто лет не смотрел цены на бензин. Столько бы еще и не смотрел. Шиповы. Как видите, район, после что вы видите, вот эти дома, заправки. Здесь раньше все было одно поле, здесь этого дома не было. Одно большое поле гуманиногурское. За лет 6-7 тут все застроили. Как это застроили? Относительно, конечно, все. Блин, налегке не получилось идти, приходится идти с тяжелым рюкзаком литровой воды. Но где-то надо будет все-таки сгрузить потихоньку. Потому что я вообще иду за яблочками с дачи. Дядька навез, бабушка позвонила и сказала, надо яблоки забирать. Окей? Ну, дошли. Прошли уже половину пути, дошли до церкви. Середняя еще маленькая. Сейчас мы можем подойти. Все на субботу. Машин гораздо больше. Может быть, крестик открывал. Наверное, в больших городах, где я был, был памятник основателей города. Ну, или кардовый памятник ассоциируется с ним. Стена, насколько я тут помню, ассоциируется непосредственно с... Господи, как же называется мне? Как я уже назвать? Ассоторгом станицей. Невиномысская, которая здесь появилась изначально. Ну, то есть, по сути, памятник это... Декорации, которые вообще, можно сказать, представляли декорации. Не знаю, как-то, господи. У нас слово прямо из головы вылетело, из-за декорации. Можно сказать, конечно, так. Все это надумано, все это не по-настоящему. Соборная площадь. Сзади этой церкви располагается старое кладбище. Мрачное место, да? Когда я прихожу на кладбище, меня посещает одна мысль. Одного русского музыканта, композитора. И... Не знаю, вообще, в общем, хороший человек, я имею в виду чуть-чуть. Она спустя только года до меня долетела. Звучала она очень так елкая, просто. И... Я только на кладбище верю в прогресс. Додумайте сами, не буду ничего разжевывать. Давайте лучше подъемте к памятнику и посмотрим вообще, что там написано. Потому что за многие годы, которые я был здесь, и этот памятник стоял здесь, я даже не удосужился сюда подойти. Стыдно, товарищи, стыдно. Ну, то есть, где-то я был. Ну, так, чтобы читал, мимо проезжал. Конечно, в маленьких городах это уделяется, ну, крайне малое значение. Только уделяется значение, когда эти памятники открывают. Ну, иногда прочущиеся, привозят к ним цветы. Не более того. Станица Невиномысская основана на день покрова Пресвятой Богородицы. 14 октября, 1825 года. Братья мои, сестры, Да пребудут весны храмов вам и воли у родной реки, как коняус далого и любви до гроба. Слава Богу, что мы казаки. Казаки основали столицу Невиномысская в 1825 году. Соответственно, с этого года и с этого дня пошла история города. Тоже еще один барельефчик. Сторожевая вышка, казак с конем, шашкой. А сзади крестьяне, которых он охраняет. А еще сзади орел и горы. Нинка. Одна из самых таких, можно сказать, город из всех кавказских минеральных вод, которые располагаются в низине. Тут нет гор вокруг города, как Пятигорский, Кисловодский или Железноводский, Кисловодский, который вообще, можно сказать, часть, ну вообще весь на горе. Здесь степь. И только окружающая гора Невиномысская. И чуть далеке штрижамент, которого мы сейчас уже пока не видим. У меня банкарда домашнего обмиля. Ну вот, собственно, памятник основателю города. Пойдемте дальше, у нас еще все впереди. Мы прошли только половину пути. Самым ленивым шагом, который вообще только может быть у меня, самым ленивым таким, знаете, вообще. Мы добрались до ПРП где-то минут за 40. Шая белая собака. Привет. На Грифона похожа с Хардстоун. Да. Вроде бы не так давно переехал. Уже почти месяц прошел. Я съехал от бабушки. Соответственно, от этого района, в котором жил. Я сюда же, да, отъезда. Все, почаще на улицу надо выбираться. Ну, пока мы... Пока не наберем аудиторию на стрим, а в том, чтобы выбраться куда-нибудь так спокойно погулять, как сегодня, остается только мечтать. Сегодня Интернешнл закончится, а стримы уже войдут в свое такое основное русло. Потому что как-то Интернешнл позабивался графики. Забыть и такой раз в год. И пропускать его, ну, крайне глупатство. Не знаю, сегодня звонил еще Антоша. Не знаю, приехал он, не приехал еще. Я пробовал он где-то сюда смотрел. Может, увидимся. Может быть, нет. В общем, ладно-ненько. Мы пришли. Так что, потихонечку. Не знаю, не буду прошиваться, не буду. Я еще включу записи. Ну, если не включу, так что заранее всем пока-пока. Ши, какой я хитрый-то. Вот. Подходит уже к завершению сегодняшний день и сегодняшняя прогулка. Как видите, пакет с яблоком. Я уже за спиной. Иду домой. На половину пути уже. Больше половины прошел. Видите, он уже. Непосредственно напротив. Памятник основателя. Сейчас пройдем чуть дальше, включусь. Надо что-то по итогу сказать и говорить особо ничего. День заканчивается, и все отлично. Живем дальше, и завтра увидимся уже на трансляции. Всем до связи. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok